До сих пор никто не убрал и свалку огурцов в лесу в Сосновском районе. Мы рассказывали о ней в предыдущих выпусках. Под деревьями грибник нашел 42 мешка овощей. Правда, сейчас мешков уже гораздо меньше. Кто-то понемногу выносит их из леса. Местные чиновники даже готовы устроить облаву. Почему гора огурцов на траве это нарушение, Маргарита Хижняк объяснит. На первый взгляд огурцы вполне свежие, вполне съедобные. Что? Ну что, и свежестью пахнет. Заместитель главы поселка Красное Поле констатирует. Огурцы до сих пор свежие. Все тот же вкусный запах и приятный вид. Свалка из спелых овощей в лесном массиве по-прежнему цела и невредима. Однако из 42 мешков хрустящих огурцов осталось от силы только 8. Спустя неделю после выхода нашего репортажа в эфир, мешки с огурцами стали пропадать. Например, вот на этой лесной поляне исчезли сразу 10 мешков. Вот от них до сих пор даже остались следы. Остальные более испорченные овощи пока остались на месте. Свалку овощей неделю назад в лесу нашел грибник и обратился в нашу редакцию. Боялся, что огурцы, лук и капуста отравлены пестицидами. Тогда мы их проверили. Нитратов не обнаружили. Теперь чиновник собирает доказательства. Снимает импровизированный овощной склад на мобильный телефон. Нарушения тянут на солидный штраф. До 200 тысяч рублей. Это же нелегальная свалка. Теперь злоумышленникам не отвертеться. Осталось только их найти. Наказание грозит и тем, кто свалку организовал, и тем, кто землей владеет. Так что в первую очередь необходимо определить, кому принадлежит лесный массив. Сегодня у каждой земли по закону имеется собственник. И собственники у нас обязаны следить за санитарным состоянием своих земельных участков. Будем собственников искать, выписывать им предписания, выдавать конкретные сроки для устранения. Но если это не подействует, будем обращаться в правоохранительные органы. Поймать нарушителя Сергей Рочев попробует сам. Обещает устроить засаду. Будет караулить, не придет ли кто за остальными мешками овощей. Маргарита Хижняк, Степан Абаимов, ОТВ.